Вот это фрагмент карты, подлинной карты, поднятой с нами рубки. Вот они погибли где-то вот здесь вот. Это вот сам Керчь, и это крепость Юникале, турецкая больше, они вот лежат вот здесь. Бронекатер Б-73 геройски погиб у Крымских берегов, доставляя пополнение. 43 человека. На Азов катер был переведен после того, как экипаж заслужил за оборону Сталинграда Георгиевское звание. Моряки из разных городов отдали дань памяти неизвестному герою, воссоздав судно и наполнив его вещами, найденными на морском дне. Все вещи, представленные в кают-компании, подлинные и поднятые со дна Керченского пролива. Инструменты, столовые приборы и даже прорезиненный костюм. Но особое место в каюте занимает патефон. Кто сказал, что нужно бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. Несмотря на то, что и бытовых, и боевых предметов приходилось переводить много, сама кают-компания была небольшого размера. Экономили каждый сантиметр длины, каждый сантиметр возмещения. Все тесное, потолки низкие, помещение тесное. Естественно, потому что любой сантиметр возмещения – это возможность маневра, это возможность пройти выше по реке, нанести удар туда, где тебя не ждут. Катер автономно мог плавать пару дней, совершая вылазки для удара противника. Экипажу с 12 человек, члены которого по очереди спали, небольшого помещения вполне хватало. Но для долгого путешествия по российским водам копию бронекатера пришлось немного модернизировать. Мы даже немножко переделали его по сравнению с военным судном, чтобы было попросторнее. У бронекатера времен войны у него не было кают-компании, у него было машинное отделение в этом районе. Мы сейчас перенесли машинное отделение под кормовую башню, а кают-компанию сделали вместо машинного отделения. Потому что, ну, представляете, у нас только две маленькие каютки, и где-то жить это совсем не было. Реконструированный бронекатер Б-73 участник экспедиции по волнам памяти. Она представляет собой флотилию восстановленных военных катеров прошлого века. На их борту находится музей с экспонатами геройски погибших кораблей. Участники рейда одеты в точной копии обмундирования образца 1943 года и исполняют роль моряков-катерников Волжской и Азовской флотилии времен Великой Отечественной войны. Во время стоянки в Самарском порту моряки рассказывают о боевых действиях, о вооружении, а также о службе и бытовых условиях. Экскурсии по катерам проводят в рамках программы «Молодежь Самары» 2014-2018 годов, направленной на гражданско-патриотическое воспитание молодых людей. Идея восстановить бронекатер-герой родилась у капитана судна Александра Ёлкина, когда он занимался дайвингом в Крыму. Я родился в Керчи, и в детстве нырял с маской, с трубкой. Около берега лежали обломки катера. Но я никогда не знал, что же катер. Я там находил патроны, какие-то пульки собирал и так далее. А потом уже стал старше, увлекся дайвингом, разобрался и узнал, что это бронекатер в войне, который очень героически погиб. Катера пройдут более 2000 километров от Тольятти до Керчи по реке Волга, Волгодонскому каналу и Азовскому морю. В порт Керчи экспедиторы планируют прибыть 6 июня. На пути к заветной цели моряки будут заходить и в другие города, чтобы проводить такие же экскурсии. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События.